Всех с праздником, с праздником начала чемпионата 16-го, 17-го года футбольной национальной армии. Всех болельщиков, ваших болельщиков, наших болельщиков, преданных болельщиков, представителей средств национальной информации. Хочу всем пожелать дальнейших успехов. Что касаемо самой игры, если взять по счету, естественно, я доволен. Держать выездную игру хорошей команды, я доволен. Что касаемо содержания игры, есть вопросы по содержанию игры, но это вполне естественно. Связано это с тем, что и у команды, и у нашей команды большая ротация состава произошла в межсезонье 8 человек. И пришел также и у Волгаря. Что касаемо содержания, я рассказал, есть вопросы. Шла, скажем так, и Волгарь, наверное, изучил нас достаточно хорошо. И мы достаточно хорошо изучили команду Волгарь, манеру ее игры. И мы понимали прекрасно, что у Волгаря очень сильное качество. Это организованная оборона, плотная оборона, низкая оборона, плотная и быстрая атаки. Мы предупредили ребят, какие-то меры приняли для того, чтобы нейтрализовать эти моменты и по возможности заставить играть Волгарь в позиционном нападении. Уплотнив оборону нашу между линиями в линии и уповать на быстрые атаки, потому что у нас есть исполнители, быстрые исполнители и стандартное положение. Шла такая тактическая борьба на протяжении всей игры за инициативу. Нам немножко больше повезло, мы использовали два стандартных положения и победили. В принципе, если брать по игре, то игру и стремление, которое команда показала, наверное, результат был ближе к ничейному, справедливый, более справедливый. Потому что команда Волгарь, скажем так, в этой игре не заслуживала поражения. Старались до последних минут играть, но у них было преимущество, преимущество в одного игрока. И благодарен, очень благодарен ребятам за то, что они проявили характер и выдержали играть на такое количество, после такой мастеровитой команды, как Волгарь, в меньшинстве. И добиться победы, это драгородство. Всеми поздравляю и команду, и наших полетчиков. Болов, Лукьянов и Иванов как-то по-собому настраивались на Волгарь? Ну, это естественная ситуация. Я не знаю, как они настраивались все, но акцент на это не делался вообще. Если они настраивались, то, скажем так, по первому тайму видно было, что, по всей видимости, от огромного желания сыграть против своей бывшей команды, это сыграло не в плюс, а в минус. Были ошибки и у Димы Иванова при выходе из обороны в атаку. В обороне отработал он безукоризненно, а вот с выходом были проблемы два раза. В ситуации, когда нужно было упростить ситуацию, он тонко играл, но он по-другому не умеет, что выйти вот именно через пас. И у Вани было в первом тайме очень много необоснованных потерь. К концу первого тайма только и во втором тайме более-менее разбегался Боллар, все новые, реальные угрозы какой-то не несли его действия. Все так и старались ребята, я думаю, что сыграли для зрителей на том уровне, который они могут на сегодняшний день. Павел Патеревич, в своих предсезонных интервью Вы отмечали, что «Факел» будет стремиться играть в атакующий футбол, но сегодня, откровенно говоря, большую часть матча Ваша команда играла старым номером. Это деление на выездную модель или же вынуждены меры? Это уважительное отношение к команде «Волгарь» и специфика построения этой команды, игры этой команды. Если бы мы играли в открытый футбол, то мы не добились положительного результата. Я больше чем уверен, те моменты, которые у «Волгаря» в первом тайме были, быстрый переход от обороны к атаке, у нас не в оптимальном состоянии находится на сегодняшний день средняя линия. Витя Свежов, который после серьезной травмы и двигательной активности, его оставляет желать лучшего. Если бы открытый футбол был бы другой результат, мы учитывали специфику и класс команды «Волгарь». Спасибо.